Я рад снова приветствовать всех зрителей канала. Сегодня у нас очередное особое интересное видео, в ходе которого рассмотрим аппарат для контактной сварки инверторного типа. Но аппарат этот весьма непростой. А все началось с того, что мне пришла посылка, о которой давно забыл. Это никелевые пластины для соединения аккумуляторов. Вот именно они стали причиной нового проекта. Проект покажется немыслимым и даже глупым, но вы обязательно измените свое мнение, если досмотрите это видео до конца. Я думаю многие из зрителей видели аппараты для контактной сварки, которые себя представляют громоздкий трансформатор железный с несколькими витками толстого провода во вторичной обмотке для получения токов в несколько сотен и даже тысяч ампер. А это вот уже китайский аппарат для сварки аккумуляторов с током до 500 ампер и стоимостью в несколько сотен долларов. А это уже наш малыш, который при весе всего в 200 грамм способен отдавать токи в 200-220 ампер. Этот принцип в какой-то мере является новинкой, так как для контактных сварочных систем импульсная технология, как правило, не применяется. В моем же варианте задействована простая импульсная схема. Плюс к этому вариант низковольтный, и вы такой аппарат с легкостью можете запитать от 12-вольтового аккумулятора, получив полностью портативную конструкцию. Аппарат выглядит, мягко говоря, хребетно, он без корпуса, собран не самым лучшим образом, но хочу заметить, что это очередной прототип и собран только для тестов, поэтому на внешнем виде зацикливаться не будем. А в дальнейшем, если себя оправдает, то сделаю несколько доработок, в частности, связанное с защитой. Схема двухтактная. Это популярный автогенератор, о котором я говорил так много, что уже не вижу смысла пояснять, как он работает и что из себя представляет. В описании найдете ссылки на некоторые мои видео с вариантами использования этой схемы. Данная схема была создана с помощью сервиса Easy Idea. Это удобный и бесплатный сервис для создания схем и печатных плат. Сервис также позволит симулировать работу электрических схем. Ссылочка, естественно, в описании. Все, что мы имеем, это два мощных полевых ключа, импульсный трансформатор, резонансный конденсатор, ну, в принципе, и все. Запуск схемы осуществляется маломощной кнопкой. Рабочая частота зависит от емкости резонансного конденсатора и индуктивности первичной обмотки трансформатора. Желаемый диапазон частот 20-50 кГц. Частоту можете рассчитать. Ссылку на онлайн-калькулятор для этих целей найдете в описании. Тут важен еще один момент. По идее, чем больше емкость конденсатора, тем больше ток в первичной обмотке. Но злоупотреблять этим не стоит. Не советую ставить конденсаторы с емкостью более 2 мкФ, иначе рабочая частота будет в звуковом диапазоне. А это значит, что трансформатор будет свистеть во время работы. Транзисторы ИРФП-150. Можно любые другие с током от 40 А с напряжением не менее 50 В. Советую использовать ключи в корпусе ТО247, хотя можно и ТО220. Ключам крепится небольшой радиатор в виде пластинки. Сами ключи, естественно, изолированы от радиатора. Дроссель. Он нужен обязательно. Намотан двойным проводом по 1,5 мм. Количество витков может варьироваться в пределах от 10 до 30. Силовой импульсный трансформатор взят от компьютерного блока питания формата ATX на 450 Вт. Все заводские обмотки нужно смотать. Новая первичная обмотка содержит 2 по 4 витка, намотана жгутом из трех жил. Диаметр каждой жилы 1 мм. Общий диаметр провода первичной обмотки должен быть от 2 до 4,5 мм, а количество жил и диаметр каждой на ваше усмотрение. Поверх обмотку изолировал термостойким скотчем и намотал вторичку. Та, в свою очередь, содержит один неполный виток. Намотка делалась медной лентой. Толщина 1,5 мм при ширине 22 мм. Позже ленту зафиксировал эпоксидным клеем. К краям ленты припаяны вот такие латунные клеммы, в которые вставляются одножильные медные провода с заостренными краями. Диаметр провода 2 мм. Это, по сути, медные электроды. Корпус для меня не очень уж и важен, поэтому пока что его решил отложить. В дальнейшем, скорее всего, займусь этим делом. Планируется корпус из толстого стеклотекстолита. Ну а теперь из слов к делу. Давайте посмотрим, на что способен этот маленький агрегат. Согласитесь, работает этот агрегат. Малыш неплохо и имеет массу преимуществ. Во-первых, это широкий диапазон питающих напряжений от 6 до 24 вольт. Хотите питать от сети? Берите обычный компьютерный блок питания и подключите аппарат от шины 12 вольт. Или же используйте мощные литий-полимерные аккумуляторы с высокой токоотдачей. Получите буквально карманный сварочный аппарат. А теперь вопрос, который обязательно возникнет у многих. Зачем нужна схема и нельзя ли варить напрямую от аккумулятора? Сразу отвечу. Нет. Во-первых, напряжение контактной сварки должно быть от 1,5 до 4 вольт. Плюс-минус. Схема как раз-таки понижает напряжение до указанного значения и обеспечивает нужный ток. При том, если варить непосредственно с аккумулятора, вы моментально угробите его из-за очень больших токов, которые образуются во время короткого замыкания. И, естественно, это небезопасно. Наш же вариант соответствует всем требованиям. Несколько месяцев назад я делал схожий сварочный аппарат, но на базе конденсаторов. Очень советую изучить эти видеоролики. Ссылочки также в описании. И в самом конце о недостатках. Их довольно много. Во-первых, схема будет работать корректно только от мощного источника питания. Малейшие просадки по току могут стать причиной перегорания транзисторов. Я, например, питаю от аккумулятора бесперебудника. Варить нужно кратковременно, не более 2 секунд за раз. Затем минимум 2-3 секундный перерыв. Из достоинств. Крайне низкая себестоимость. Около 5 долларов, и это предел. Денег стоит только транзисторы. Остальное можно найти в старом хламе. Компактные размеры, высокая мощность, выходного тока вполне хватит для сварки аккумуляторов и более крупнокалиберных железяк. Схему собирайте на свой страх и риск. Я спалил пару мощных транзисторов, чисто по своей вине. Варил непрерывно более 5 секунд, а ключи были без радиатора. Обязательно используйте предохранитель по входу. И еще. При возможности очень советую подобрать транзисторы с наименьшей емкостью затвора. Друзья, на этом мне остается прощаться. Всю нужную информацию, как всегда, найдете в описании. Ну а с вами, как всегда, был Касьяна Ка. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok